Педагогам хорошо, а шоуменам лучше. Я бы в ведущие пошел, пусть меня научат. Ну, к чему это? К тому, что у нас продолжаются профориентационные, или, как сейчас модно говорить, ресурсные игры. Все о профессиях и так далее, и так далее, и так далее. Сегодня решают великую проблему, кем быть. Люди, которым эта проблема буквально через несколько месяцев подступит со всей серьезностью. Ребята из Рогачевского клуба «Нидгард» – 11-классники. Марина Купреева и слева в синих. Та же самая проблема уже маячит на горизонте у сборной Гомельского областного дворца. Толщина детей и молодежи. Ну, у кого-то ближе, у кого-то дальше. Но, тем не менее, все-таки маячит. Кем быть, что делать? И кто виноват? Будет в поражении, если шпух-тух, то Альберт Клустян в красном. Итак, внимание, начнем. Блеф-игра, проверка интуиции. Верите ли вы Марине Купреева? Марина представляет клуб «Мидгард» из Рогачева, которым руководит Андрей Павлович. Марина, вы верите в это? Верю. Хорошо. А кого отправляете в бой? Александра Подошевка. Хорошо. Кого отправляет в бой Альберт Клустян? У нас пойдет Евгений Крещенко. Итак, Верю. 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 Итак, внимание. Ой, какая пара. Женя, не бойся. Итак, внимание. Верите ли вы, что? Верите ли вы, что в книгах о незнайке медуница – это хозяйка кондитерской? Нет, не верю. Да, это доктор. На мед он все включила. Первые пять очков. Верите ли вы, что брокер работает на бирже? Да, верю. Ну, в принципе, не только на бирже, есть еще таможенные брокеры, но, тем не менее, основное место брокера – это биржа. Вы правы. Верите ли вы, что одно из профзаболеваний водолазов – кессонная болезнь? Фальстарт у вас. Красные. Верю. Да, это слишком быстро их поднимают, скипает в крови. Газ. Играем. Верите ли вы, что Софья Ковалевская – это известная белорусская актриса? Нет, не верю. Это известный математик российский с белорусскими корнями, да, великий математик 19 века, профессор Стокгольмского, кстати, университета. Отлично. Верите ли вы, что специалистка по клинингу – это то же самое, что уборщица? Да, верю. Клининг чисто, да, клининг, клининговая служба – это служба чисто. Ты уборщица, уборщица, уборщица. И первая ошибка, первая проба сил. 15-10. Рогачев впереди. Дуэль игра. Итак, рогачевский клуб «Мидгард» против дворцовского клуба «Гомельского белая рысь». Дуэль игра. Внимание, темы. Первый бой – профессионалы. Второй бой – современные профессии. Третий бой – народная мудрость. Четвертый бой – мастера в литературе. И пятый бой – о вузах. Пусть меня научат. У вас пять секунд, чтобы решить, кто готов какую тему на себя взять. Очень быстро Марина Купеева и ее друзья справились с заданием. Ну что ж, Марина, тема – профессионалы. Кто? Александр Подошевка. Так, Александр, это ваш второй и последний выход к стойке. Больше у нас не ходят. А Альберт, кто у вас? У нас идет Алексей Ходанович. Александр против Алексея. Вперед! Это тема профессионала. Все просто. Я вам фамилию с именем, а вы мне профессию. Играем. Жорес Алферов. Физик. Физик, ученый, да лауреат в Нобелевской премии с белорусскими корнями. Вы правы. Максим Мирный. Фальстарт. Фальстарт. У вас? Александр? Спортсмен. Спортсмен-тонисист. Пятечку. Гавриил Ващенко. Да. Художник. Художник, педагог, вы правы. Игнат или Игнатий Домейко. Геолог. Ученый-геолог, национальный герой Чили, очень много там накрывал. Да, браво, нерядовые знания. Отлично. И последний профессионал. Леонид Нечаев. Да. Пусть будет режиссер. Красная шапочка. Приключения Буратино. Звездный мальчик. Наш замечательный, очень добрый, очень умный кинорежиссер. Вы правы. И тем не менее, 20-30. Впереди Гомель. Играем дальше. Современные профессии. Марина, я не буду спрашивать, кто такой девелопер или дистрибьютор, а уж тем более мерчандайзер. Но тем не менее, некоторые современные профессии придется назвать. Кто готов? Александра Сатарова. Альберт, у вас? Евгений Клещенко. Итак, Саша о продвижении. Вперед! Звездный мальчик! Внимание! Этот спец обеспечивает бесперебойное функционирование всех компьютеров организации. Системный администратор. А проще? Сисадмин. Сисадмин, конечно же. Отлично. Играем. Он пишет тексты на заказ, но не журналист. Прошу, Женя. Гострайтер. Как? Гострайтер. Не согласен, я знаю, что это такое, Саша. Копирайтер. Копирайтер, вот теперь точнее. Это специалист, занимающийся планированием и управлением движением материальных потоков. Логист. Браво! Логистика – это уже почти наука. Играем. Он изучает и прогнозирует спрос на товары и услуги рынка. Ну, рынок. Так. Брокер. Да, понятно. Женя, может, вы? Намекаю. Рынок. Маркет. Поздно, поздно. Маркетолог. Это маркетолог. Он эстетист. Специалист по уходу за красотой лица. Визажист. Визажист, конечно же. Я бы удивился, Саша, если бы вы не ответили. Итак, после современной профессии 35-35 равная игра. Дальше. Ну, вы знаете, что мудрый русский народ столько наплодил разных мудрых вещей. Ну и о профессиях хватило. Сейчас поговорим о народной мудрости. Кто готов, Марина? Пойду я. Марина, самая мудрая. Альберт. Максим Маршов. Итак, Марина против Максима. Вперед! Максим! Максим! Итак, народная мудрость. Какова пряха, такая на ней? Рубаха. Это правильный ответ. Без топора не плотник, без иголки не. Понятно. Марина? Швея. Непортной. Уж простите, из пословицы слова не выкинешь. Играем. Удалой на все руки, не знает ни в чем. Чего? Ее. Скуки. Скуки тоже хорошо. Скуки-то да. А Максим, может, вы слив моете? Удалой на все руки, не знает ни в чем муки. Не мучается, он спокойно работает. Играем. Люби дело, им будешь. Мастером. Браво, Максим! И заканчиваем. Не молот железо кует. А кто? Кузнец. А зачем он кузнец? Это правильный ответ, да. 40-45, дворец впереди. Играем. Марина, сейчас нужен любитель литературы, который знает все о мастерах в литературе. Кто это у вас? Андрей Синьков. Великолепно. Альберт, кто это у вас? Герман Прохоренко. Андрей против Германа. Вперед. Итак, мастера в литературе. Так звали автора романа о пилате в известном романе Булгакова. Прошу. Мастер. Мастер вот так и звали, все очень просто. Это два мастера универсала из цветочного города. Герман. Винтик и Шпунтик. Да, конечно. С трудом через наслоение игры престолов, покемонов, танков пробились таки, пробились и с детства Винтик и Шпунтик. Играем. Дядя Степа из стихов Михалкова сначала служил на флоте, а потом... Герман. Потом он был милиционером. Почему, придя с балл флота, вы в милицию пошли? Неужели вы работу лучше этой ешьли? Браво! Ее вместе с товарищами подковал косой левша. Блоха. Аглицкую стальную блокуда. Андрей, держитесь. Это общая профессия Джона Ватсона и Антона Чехова. Они были докторами. Великолепно сыграл Герман. Я просто боюсь бросить взгляд на цифры. 45-65, дворец Беларусь. Впереди играем. Пусть меня научат тема о высших учебных заведениях. Марина. Кристина Пилипенко. Кристина, я догадываюсь, лихая вам досталась доля. Вы попадаете под Альберта Клустяна. Вперед! Итак, внимание. Пусть меня научат тема о высших учебных заведениях. Его имя носит Гомельский государственный университет. Эльберт. Это Франциск Скорина. Вы правы, играем. В 1952 году в Минске было создано это военное училище. Какое? Суворовск. Вы правы. Театральные и художественные факультеты есть в Белорусской академии их. Искусство. Отличный ответ. Педагогический вуз в этом городе, намекая в Гомельской области, сначала был именем Крупской, а потом именем Шамякина. Это Мозырь. Да, это Мозырь. И заканчиваем. Этот университет закончила будущий премьер в Великобритании Маргарет Тенчер. Оксфорд. А не Кембридж? Оксфорд, да! Кристина, ну что, если вам нажать на кнопку и сказать то же самое? 85-50, впереди Гомель, играем. Ну что, пора, ну это, ломать тенденцию, ломать стереотипы. Марина, кого вы отправляете на тест игру? Кстати, тема, это словарь понятий профориентации. Идет Кристина Перепенко. Кристина, реабилитируйтесь. Альберт, кто у вас? Максим Маршов. Итак, Кристина против Максима, вперед! Максим! 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 Сверхскоростное наше централизованное тестирование. Вопрос, три варианта, нужно обжать кнопку и дать правильный ответ. Итак, поехали. Набор вопросов для получения первичной социально-психологической информации. Это А. Анкета, Б. Резюме и Ц. Тест. Кристина? Анкета? Анкета. Кристина, вы знаете, что вы совершили чудо? Вы обыграли на кнопке Максима Машова. Браво! Ну и далее единственно правильный ответ. Десять очков заработали для своей команды. Великолепно. Побуждение к действию, готовность к принятию решений и самостоятельным действиям. Это А. Активность, Б. Решительность, Ц. Инициатива. Кристина? Решительность. Что? Решительность. Решительность, вы не правы, Макс, у вас есть шанс. Инициатива. И это правильный ответ. Пять очков на подборе. Государственная организация, на которую возложено решение вопросов трудоустройства населения. Это служба. А. Социального обеспечения. Б. Налогов и сборов. Ц. Занятости. Ц. Ц. Занятости. Показатель объема труда, вложенного в организацию работников. Это. А. КПД. Б. Нормировка. Ц. Эффективность. Максим, вас бьет током? Прошу. Раз. Ц. Эффективность, вы правы. Высокий уровень развития человека как субъекта профессиональной деятельности. Это. А. Мастерство. Б. Профессионализм. Ц. Талант. Что ж так его лупит током-то? Три, две, одна. Профессионализм. Это неправильный ответ, Кристина. Талант. Талант – это другое. А вот это мастерство. Высочайший уровень профессиональной деятельности – это именно мастерство. Ну, а Максим показал свое мастерство. 110-60. Гомель впереди. У нас слайд-игра. А. Итак, внимание. Слайд-игра. Тема нашей слайд-игры. Без букв, без подсказок. Тема – профессиональные премии и награды. Марина, кто у вас идет в бой? Александра Сатарова. Саша. Да, это супероружие. Альберт у вас? Герман Прохоренко. Итак, Александра против Германа. Вперед! Герман! 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 Ничего жать не нужно. По очереди вы будете отвечать. И начинаем мы с выигрывающей стороны. Пока это Гомель, пока это клуб Беларусь. Герман, начинаем с вас. Книжная премия. Ну, понятно, что не газетная. Это Нобелевская премия. Нобелевская премия по книгам. Саша? Нет, это это. Как нет, это это? А заметьте, там написано. The Man Booker Prize. Это престижнейшая литературная букеровская премия. Так называемый букер. Итак, неразыграны 15 очков. Играем дальше. Саша, играем с вами. Золотой граммофон. Вот это? Герман! Может быть, это Грамми? Это Грамми, конечно же! Саша, посмотрите в это одухотворенное, талантливое лицо. Где вы видели такие лица на золотом граммофоне? 10 очков на подборе у Германа. Герман, играем с вами. Пусть это будет Нобелевская премия. Это будет Нобелевская премия. Пусть будет, я не против. Александра, выносите. Премия «Оскар». Премия «Оскар». Да! Наконец-то! Дождался мужик. Хорошо? Герман, играем с вами. Прошу. Премия «Дарвина». А в чем она заключается? Вы не можете сказать? Ну, это самые нелепые смерти. Ну да, люди, которые самостоятельно выключили себя из эволюционного развития, из Генофонда Человечества. Вы правы. Хорошо. Прошу вас, Александра. Нобелевская премия. Какая? Нобелевская премия. Только была же уже. Ну, написано же Нобелевская премия. Мало что там написано. Герман. Это же Нобелевская премия. Или и Гнобелевская премия. И Гнобель прайс. Ну, у нас ее называют Шнобелевской. Еще 10 очков на подборе. Герман, играем с вами дальше. Тишина, тишина, тишина. Тишина, тишина. Раз, два. Это премия за достижения в музыке. В музыке. Да уж. Саша, может, вы знаете? Это премия по математике. А может, вы назовете имя человека, в честь которого названа эта медаль? Эта медаль названа в честь... Саша, я засчитываю вам 10 очков. В самом деле, это высшая математическая премия. Это медаль Филдса, так называемая. Браво! 10 очков в Александре. Саша, прошу. Это тоже, тоже, тоже одна из высоких премий в сфере IT. Это миллион. Герман, может, вы знаете? Вообще, это будет премия ACM. Это премия Тьюринга, так называемая. Премия Тьюринга за достижения в области информатики. Герман, играем с вами. Премия, которую дают героям Беларуси. Героям Беларуси. Саша! Как правильно это звание? Национальный герой Беларуси. Ребенушки, а вы хоть на колодочках глянули? Колодочка-то красненькая. А герой Беларуси красно-зелененькая. Первые эти золотые звезды получили настоящие профессионалы. Летчики, которые спасли челюскинцев. Герой Советского Союза. Саша, играем с вами. Это последний шанс, последний вопрос. Вот эту премию вы должны знать. Она просто у вас должна быть на слуху. Премия Грэмми. Да, Грэмми уже была. Мак Герман. Не знаю, пусть это будет Хрустальная сова. Хрустальная сова. Да, это Хрустальная сова. И именно про эту сову песня. Без тебя, любимый мой, летит с одним крылом. Да. А это, тем не менее, белорусский аналог премии ТЭФИ. Премия за лучшие телевизионные проекты. Премия называется Телевершина или Телевершиня. Вот теперь вы это знаете. И Александра сыграла, наверное, хуже, чем могла бы. 160-85. Риск игра. Поехали. Прощальный балл сегодня дает на профориенционной игре команда Рогачева. Все 11-классники. Все уже могут играть. У нас появится на Рудит Пятерка только студентами. Если получится, тем не менее, очень бы хотелось. Итак, команда из Рогачева. Клуб Мидгард против дворцовской команды. Клуба Белая Рысь. Риск игра. Марина, вы? Пойду я. Марина Купреева, легендарный капитан Рогачевской команды. Против меня. Против Альберта Клустяна. Капитанский бой. Вперед. Альбер! 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 Итак. Марина, я немножко отвлеку вас. А вот если не секрет, куда вы собираетесь, что называется, направить стопы свои после окончания школы? Педагогический университет имени Максима Танка. Солидно. Коллега, спасибо, Марина. Немного. Только отважные люди в наше время идут в педагоги. Альберт, а вы вот после лицея БГУ и всего прочего счастья куда собираетесь? Куда-нибудь. Куда-нибудь. Вот человек еще думает. У него еще будет время подумать. Итак, внимание. Поехали. Риск игра. Игра со штрафом. Профессионалы. Называю имя, фамилию. Вы называете профессию. Итак, внимание. Владимир Мулявин. Фальстарт, Марина. Музыкант. Музыкант, да. Это правильно. Современная профессия. Рекрутер по заданию фермы подыскивает для нее? Марина. Персонал людей. Персонал сотрудников, да. Отлично. Нагоняем, Марина. Играем дальше. Народная мудрость. В рифму. Вертел и этак, и так. А вышел он. Что же делают-то бракоделы у нас на заводе? Марина. Брак. Брак, конечно же. Мастера в литературе. Этим ремеслом зарабатывал на жизнь хозяин Му-Му. Он был дворником. Герасим был дворником. Тема «Пусть меня научат». Этот вопрос, серьезный вопрос, Владимир Маяковский поставил в заголовок стихов с рефреном. «Пусть меня научат». Вопрос. У меня растут года. Будет и 17. Кем работать мне тогда? Чем заниматься? Да, Марина? Все профессии нужны? Да нет, выбирай на вкус. На самом деле, я не минусую вам 20, я уже начал комментировать. Стихи называются «Кем быть?». Вот все очень просто. Я думаю, что этой игрой мы помогли вам решить, кем быть. Ну, может, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть вас профориентировали. Итак, закончена наша вторая профориенциумная игра. 145-180. Гамильчане, питомцы дворца, питомцы клуба «Белая рысь», которой занимается известная педагогическая династия. Фамилия твоя слишком известна, чтобы ее называть. Одержали победу над питомцами клуба «Мидгард», которым руководит Андрей Павлокин. Но я думаю, что у ребят из Рогачева над вами веселые вы наши и красные. А преимущество в том, что они серьезнее, точнее, и более ориентированы на свои будущие профессии. Почему-то, глядя в их умные и серьезные глаза, мне в это верится. Ну что ж, до встречи на новых наших играх «Рудит пятерки». Ну и удачи вам, и вам, и вам в сдаче тестов разнообразных, экзаменов. Дай вам Бог удачи и в выборе профессии. Ну и самое главное, смотрим пятерку, получаем десятки. Играем! Редактор субтитров А.Семкин